Всем привет дорогие друзья! Вы находитесь на канале интернет-магазина Jarvis. Меня зовут Роман и сегодня мы с вами посмотрим вот такие интересные детские смарт-часы. Эта моделька называется Q16. Ну что ж, смотрите, упакованы они вот таким вот красивым образом, такие коробочки. Это оригинальные часы, у них есть много подделок, поэтому в принципе если вы боитесь ошибиться, чтобы вам не продали подделку, можете заказывать в нашем магазине. И оригинал четко проверен. Ну что ж, давайте теперь начинать и не буду затягивать. Значит смотрите, у нас есть два варианта цвета. А вот мы распаковываем, сразу у нас бросается в глаза инструкция на китайском и на английском языках. Сможете ознакомиться, если вам это интересно, но на самом деле все очень просто в часах, поэтому вам в принципе она даже и не понадобится. Итак, у нас есть вот такой вот розовый вариант, а еще у нас есть вот такой вот синенький вариант. То есть в принципе для мальчиков, для девочек я думаю сможете выбрать для себя. Мы же на примере посмотрим сегодня у нас, как работают именно вот эти розовые часы. Итак, давайте посмотрим сначала полностью комплектацию. Итак, у нас сами по себе часы, их мы немножко в сторонку отложим и посмотрим более подробно чуть-чуть попозже. Что же здесь у нас есть за комплектация? Значит вот такой вот пакетик, в котором они лежали для того, чтобы не поцарапаться как-то. Есть у нас магнитный кабель, значит зарядка у нас магнитная, то есть не микро-USB. Таким вот образом примагничивается и спокойненько в USB вставляете, либо же через блок зарядного в розетку, либо же в компьютер, как вам будет удобно. И можно в Powerbank. Итак, и еще у нас есть вот такая маленькая отверточка. Она здесь действительно предусмотрена, потому что у меня дома такой нет и поэтому очень хорошо то, что здесь есть такая отвертка. Зачем же она нужна? Вот теперь мы и переходим к самим часам. Давайте посмотрим их более подробно. Итак, значит на передней панели мы видим, что у нас есть сенсорная кнопка, зеленая трубка для приема вызова, а также есть небольшая камера. Значит сбоку, с правой стороны у нас идут динамики, микрофон и одна всего лишь кнопка, которая достаточно выразительная и очень хорошо нажимается. То есть ребенок сможет в принципе легко ее нажать, у него проблем не возникнет. А вот с левой стороны у нас за маленьким болтиком находится сим-карта, которую нужно вставить. Вы раскручиваете вот этой отверточкой болтик, вставляете сим-карту и закручиваете. Это сделано для того, чтобы небольшая водонепроницаемость у этих часов все-таки сохранялась. Поэтому этим часам в принципе дождик не страшен, но честно говоря купаться в них там или нырять в бассейн я бы естественно вам не рекомендовал. Поэтому можете не переживать, если ваш ребенок например активно занимается спортом и может как-то рука например сильно вспотеть и немного заляпать, либо же там он под дождь куда-то попал, ничего страшного. Но пожалуйста сообщите ему, что купаться и мыть руки прям обильно, нежелательно. Итак, значит давайте включим часы и посмотрим, что же здесь у нас есть. Часы у меня уже включены, они включаются с таким выразительным звуковым сопровождением. И здесь у нас собственно указывается дата, день, ну день, месяц, год, все это указано. А также есть время, можем посмотреть. Также при обычном нажатии у нас активируется сенсорный экран. То есть смотрите, здесь у нас есть разные функции, давайте посмотрим их более подробно. Первая функция у нас набор номера. То есть мы нажимаем сюда и мы можем спокойненько набрать номер телефона, на который хотим осуществить звонок. Или же выбрать из телефонной книги здесь. Здесь вроде бы маленькие сенсорные кнопки, но на самом деле даже я своими большими пальцами попадаю по цифрам. И в принципе у меня проблем с этим не возникает, поэтому у ребенка с маленькими пальчиками точно проблем никаких не возникнет. Далее, чтобы вернуться нажать, нажимаете назад, нажимаете вот эту выразительную кнопку и она возвращает вас на шаг назад. Потом у нас есть телефонная книга, камера, тоже нажимаете сюда. Вы можете сфотографироваться за счет нажатия на сенсор, то есть на кнопочку и делаете таким вот образом кадр. Камера, естественно, здесь слабенькая, она такая чисто символическая, ну, чтобы, может быть, ребенок мог как-то побаловаться и запечатлеть какие-то моменты там для себя. Но я уверяю, у вас сильно активно он ей пользоваться не будет. Здесь есть альбом, в котором сохраняются все вот эти ваши фотографии. И вы можете, естественно, их отправить на ваше приложение, например, которое установлено уже у вас, как у хозяина, да, как у родителя установлено это приложение на телефоне. О нем я поговорю немножко подробнее. Далее, у нас здесь есть скорость обучения. Это такое приложение, в котором вы считаете примеры. Достаточно интересное, может действительно заставить вашего ребенка немного пошевелить своими мозгами. Есть микро-чат, это в котором вы можете общаться между родителем, то есть ребенок с родителем через вот эти часы. И, собственно, информация. Эта информация нажимаете сюда, и у вас здесь появляется QR-код для того, чтобы скачать приложение, либо же его активировать. Ну и, в принципе, постепенно мы подходим к самому предложению. Достаточно, если внешне говорить о этих часах, они достаточно красивые, стильные, выполнены. Мне, честно говоря, нравится этот дизайн, такой не сильно массивный, именно вот в этой модельке Q16. Они как на девочку будут хорошо смотреться, так и на мальчики. Вот синенькие, например, тоже можете посмотреть, посравнивать, какой цвет вам больше симпатичен. Ну, мне кажется, часы достаточно красиво выглядят. То есть, дизайнеры, в принципе, видно, что все-таки поработали. Итак, теперь давайте же перейдем к самому приложению. Итак, друзья, перед вами находится приложение C-Tracker 2. Вот таким вот образом оно выглядит. В принципе, здесь находится у нас все, что вас может заинтересовать. Здесь у нас, как вы видите, и местоположение указывается. Мы можем выбирать, например, наши учетные записи таким вот образом. Здесь мы можем добавлять новые устройства, отсканировав QR-код. Ну, с этим, в принципе, у вас проблем не возникнет. Это очень просто. Итак, все остальные, основные функции у нас. Члены и семья, сообщения, режим работы геолокации, SOS. Сос, туда вы вводите три номера родных, куда будет звонить часы в случае какой-то ситуации, если ребенок нажмет на кнопку SOS. Награды – это те награды сердечек, которые вы можете отправлять своему ребенку на часы. Будильник вы также ему ставите, чтобы ребенку было легче просыпаться. Отключено в классе, отключаете звонки во время учебы. Где найти – это для того, чтобы часы запиликали, и вы смогли их найти, если вы их потеряли где-то в домашних, где-то. СМС-уведомления, язык и время, LBC – это геолокация, и выход из системы счетов. Удаленное выключение, тоже можете выключить часы. Ну и, собственно, видите, разукрупнение. Это, видимо, для того, чтобы вы могли разлогиниться в приложении. И, собственно, вы можете нажать кнопку «Мой» и таким образом настроить ваши персональные данные. В принципе, достаточно хорошее функциональное приложение, но мне лично кажется, что C-Tracker 1 выглядит немного приятнее. Давайте я вам его сейчас покажу. Ну а теперь перед вами выглядит приложение C-Tracker 1. В принципе, если посмотреть более подробно, то функции примерно здесь все те же самые. Но дизайн, как мне кажется, он более простой и позволяет как-то быстрее, что ли, понять, где все находится. То есть у вас тоже все функции абсолютно здесь присутствуют, ничего нового. Но мне кажется, что этот минимализм вам также понравится больше, как и мне. Здесь нет проблем с русским языком, здесь все достаточно понятно. Ну, в принципе, абсолютно все то же самое. Но мне кажется, сделано немного в минималистичном стиле, что, честно говоря, более приятно. Поэтому я рекомендую вам пользоваться все-таки именно обычным C-Tracker, не вторым. Мне кажется, он работает... Ну, он просто приятнее. Работает, в принципе, и тот, и другой. Какой выберете, в принципе, решайте сами, потому что работает все хорошо. Единственное, что вот внешне, мне нравится C-Tracker 1 больше. Ну, а вам что приятнее, пожалуйста, выбирайте. Вот такой вот мини-обзорчик получился. Надеюсь, вам понравился. В принципе, часы достаточно хорошо себе зарекомендовались. Справляются абсолютно со всеми функциями, которые нужны, собственно, вам для того, чтобы не беспокоиться о вашем ребенке. То есть вы видите, где он находится, вы можете послушать, вы можете созвониться, с ним списаться. Достаточно хороший и умный гаджет, который, в принципе, вас не подведет и заставит ваши нервы немножко, точнее, более сохранит больше ваших нервов. Ну, а с вами был, как всегда, Роман и канал интернет-магазина Jarvis. Ссылку на эти часы я оставляю ниже в описании. Также на нашем сайте вы можете найти еще много разных моделей и выбрать, какие вам нравятся. Подписывайтесь на наш канал и смотрите другие ролики. У нас есть очень много таких гаджетов детских, которые, в принципе, могут вас заинтересовать. Всего вам хорошего и пока!